Дети четверо от вас, или сближающие вторые, которые линия. Как часто и насколько много ты говоришь с ними о их детстве? Чтобы понять вообще, по идее не ослышал, темперамент не всегда дает четкий ответ или понимание темперамента. Ведь вот эти зажатые вещи могут выстрелить. Кажется, ты понял человека, начинаешь общаться, но не зная тех вещей, ты можешь ненароком зацепить или нажать на этот больной мозоль. Вообще есть у вас такая практика, что вы в какой-то там, пусть в бане или на рыбалке, но говорите о вашем детстве друг с другом? Берем мою команду, четыре пастора. Это самые ведущие, влиятельные люди. Сотрудника моего я с 90-го года знаю, и мы с 90-го года днем и ночью вместе под одной крышей живем, в одном совете, в одном офисе и так дальше. То есть он у меня рабочий, с другой стороны он мой партнер, то есть не юридический, а так партнер по служению, и мы в одном доме живем. Я ему сказал тогда вот так, я открываю миссию, ты хочешь у меня работать? Было бы классно, он сказал да. Я говорю, нам офис нужен, и мы офис построили. Мне квартира нужна, и мы в следующий этаж сделали мою квартиру. Тебе тоже квартира нужна, и мы наверху еще одну квартиру построили. Короче, один дом, и как бы сказать, нижняя часть моя, там офис был, и я жил, верхняя часть его, и он там жил с его семьей. У него четверо детей, у меня двоих, плюс приемная, тоже четверо. И когда мы в дороге были, наши две жены, и все вот эти восемь детей, они колхозом жили. А внизу офис был, и мы всегда вместе были. То есть, если я говорю всегда, то всегда. И мой, этот, мой сын, вот, синдрома Дауна, он ночью встает, и вместо прийти к нам, то есть, один дом, один подъезд такой, у них свой вход, на свой вход, вместо к нам прийти, бывало, он к ним ходил в спальню, будет йога, на том, что у них, где моя мама говорит. То есть, то к нам, то к ним, их пацан, у них трое девочек, один пацан, их пацан, если он заходит домой к себе, открыл холодильник, нету ничего, пришел к нам, заглянул в холодильник. То есть, мы колхозом выросли. И вот сейчас наши дети большие, там, 25, 23, 24, и такие, да, замужем, уже у него, у него трое детей замужем. И мы спрашиваем наших детей, вы бы еще раз повторили такой стиль жизни? То есть, я был миссионером, директором миссии, я много ездил, и он много ездил. Но когда он ездил, я часто дома был, а когда я ездил, он дома. То есть, у нас один мужик всегда в доме был. Осип всегда скажет. И тогда мы вдвоем уезжали. И, короче, сегодня спрашиваешь детей, вот недавно мы, может, 6-8 дней назад говорили, если еще раз бы жизнь так наладить, строй, как бы вы сделали отдельно жить, свой дом, мы одни или вот так табуном колхозом? Они в один голос, колхозом. То есть, вот так табуном. Там жизнь, динамика. Если, говорит, если у нас скучно было, то там еще четверо других, да, то у них всегда вот так. И если там слишком живчики, то вниз. То есть, нашим детям это отлично. И когда мы-то улетали с Ольгой вдвоем, тогда они были родители для колхоза, да. И когда они улетали вдвоем, тоже было, тогда мы были родители. И иногда они спрашивали, вот, если мы не вернемся, есть ли такая, как бы, шанс, да, что люди, 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 аварии, всякое бывает. И тогда он говорит, у него четверо детей. Если мы не вернемся, куда вы хотите? У него есть брат один, я не вдвоем только, да? Брат один, а другой вариант мы, да? И дети сразу поделились. Двое, такие живчики, да? Они сразу говорят, мы сразу пойдем к Руди и Кольге, они будут наши родители дальше. А другие, они чуть по-другому, так химия у них только, они говорят, а мы к дяде пойдем тогда, да? И, короче, вот так все, вот так все близко. Поэтому ты говоришь про наше детство, Роман, я вернусь. Я столько про него знаю, и он столько про меня знает, что нам не надо про детство больше говорить. Другой кадр, это мой брат родной, мы с ним в одном салае выросли, а третий кадр, мы с ним лет 35 точно дружим в Германии, как ехали вместе туда, и вот так. И мы вчетвером сейчас, да? Мы так хорошо друг друга знаем все, но с йога нам самое малое, это с 90-го года, вот сейчас 27 лет, да? Это самое малое, я его знаю. И мы сейчас надеемся новую команду строить, то есть расширять нашу команду, и посмотрим, как это будет. Новые люди, новый вызов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова